Сегодня состоялось очередное заседание Законодательного собрания Омской области. Народные избранники рассмотрели более 30 вопросов, среди которых законопроекты социальной направленности, а также регулирование в таких сферах экономики, как малый и средний бизнес, охрана окружающей среды, сельское хозяйство. В обсуждениях активно участвовали депутаты фракции КПРФ. Подробности в нашем материале. Вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, не теряют актуальности на каждом заседании Законодательного собрания. Вот и на этот раз при обсуждении очередных изменений, которые депутаты фракции КПРФ Максим Михайленко предложил воспользоваться, наконец, данным федеральным законом правом разрешить не платить в течение пяти лет взносы за капитальный ремонт жителям новостроек. Несправедливость заключается в том, что на период, пятилетний период, то есть в создаче эксплуатации дома, застройщик имеет гарантийные обязательства по данному дому и обязан устранять все строительные дефекты, возникшие за этот период, своими силами, а не за счет жильцов. Станислав Гребенщиков, руководитель регионального Минстроя, высказался против такой поправки, аргументируя тем, что по истечении пятилетнего моратория жителям новостроек все равно придется делать капитальный ремонт. А где на него потом брать деньги? Максим Михайленко считает подобные доводы, как минимум, несостоятельными. Во-первых, когда было и до этого, все-таки как-то люди справлялись с ремонтом, особенно новостройки. По крайней мере, никогда жалобы люди не приходили, жаловались, скажем так, с новых домов, что у нас крыша протекает. Как правило, протекает в старых домах. Если там есть какой-то незначительный, скажем, дефект, действительно, собрали собрание, решили, собрали деньги и осуществили ремонт. Я говорю, как правило, это не влечет за собой каких-то больших финансовых вложений. Поэтому тут ничего страшного нет, это все надумано. После непродолжительных дебатов поправку молодого коммуниста приняли к рассмотрению. Ближайшие результаты по данному вопросу будут озвучены в декабре. Одной из важных тем дня стало принятие закона о налоговых льготах для иногороднего инвестора. Правительство Омской области сейчас ведет переговоры с руководством одного из российских заводов по производству катализаторов. Предприятие готово к партнерству, но только при крайне льготных для себя условиях налогообложения. Инвестор, который заходит с этим проектом, должен удовлетворять нашему условию, которое было озвучено законом. Это не менее 16 тысяч тонн катализаторного производства. При этом это определенная группа, линейка катализаторов. На текущий момент эта номенклатурная группа весьма широка. Мы говорим о катализаторах гидрокрекинга. И сегодня на международном рынке это порядка 80% зарубежных производителей. Проект, о котором мы говорим, призван наполнить бюджет региона именно в среднем 450 миллионов рублей в год. При существующем положении вещей для бюджета области сумма существенная. Региональное правительство готово идти на любые уступки, только чтобы удержать возможного партнера. С такой позицией руководства области не согласен коммунист Виктор Жарков. Он считает, что иногородние и местные предприниматели оказываются в неравных условиях. Льготы должны предоставляться за заслуги, а не по договору. Сегодня созданы такие условия, что сначала инвестор должен прийти к чиновникам, согласиться на какие-то их условия или еще что-то. И после этого они ему дают добро или недобро. И так не должно быть. Это есть коррупционная составляющая. Поэтому мы все время настаиваем, уже пятый министр экономики, по крайней мере, я настаиваю, чтобы создали этот закон. И по этому закону жили наши инвесторы. Сегодня, тем более, картина у нас печальная, что инвесторы стали уходить обратно уже. Полипластик ушел, Газпром, нефтранспорт ушли, и сибирские колбаши частично ушли. То есть нехорошая ситуация. А именно она складывается из-за того, что вот эти законы создаются под конкретных людей. Виктор Жарков предлагает разработать и принять унифицированный закон о налогообложении с льготами и бонусами, чтобы программа работы с инвесторами была одинаковой для всех соискателей. Доступна в интернете, и любой потенциальный партнер Омской области мог ее изучить и принять решение о сотрудничестве. Но такие проекты для власти довольно революционны. Чиновникам привычнее договариваться за закрытыми дверями. Еще один сложный законопроект, который рассматривался на заседании – пассажирские перевозки. Точнее, меры борьбы с нелегальными маршрутчиками. Депутаты предлагают, во-первых, оснастить каждый миниавтобус системой ГЛОНАСС, с помощью которой можно контролировать количество машин на рейсах. Во-вторых, узаконить ежедневную медицинскую комиссию для водителей. И, в-третьих, установить кадровый учет водителей. Наводить порядок надо с теневым бизнесом, который захлестнул город и который уничтожает наше муниципальное предприятие. Потому что там и опасно ездить просто в них. Мимо бюджета ездит порядка около миллиарда рублей. То есть порядок наводить надо, и вот на сегодня закон, если он будет принят, он эту проблему в определенной степени решает. Все проекты законов приняты к рассмотрению на профильных комитетах законодательного собрания. Голосовать за них народные избранники будут на ближайших заседаниях. Продолжение следует...